В Карачаевском районе началась реализация крупного проекта по строительству группового сельского водопровода, который позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением 11 населенных пунктов Карачаевского и Ужджигутинского районов и около 30 тысяч человек. Для этого будет построен водозабор, площадки под очистные сооружения, где будет расположено здание для осветления и обеззараживания воды, два накопительных резервуара, каждый по 1000 кубометров, насосная станция, самотечный водопровод протяженностью 25 километров. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Срок их окончания – конец 2022 года. Карачаево-Черкесия обладает достаточным количеством пресной питьевой воды, чтобы обеспечить потребность населения республики и близлежащих населенных пунктов Ставропольского края питьевым водоснабжением. Но ввиду того, что большинство сетей, большая часть сетей находится в плачевном состоянии, критическом, ввиду морального и физического износа, необходимо принимать комплекс мер по приведению их в нормативное состояние. В настоящее время из 149 населенных пунктов республики обеспеченной системой централизованного водоснабжения является 136 населенных пунктов, что в принципе по процентам составляет 98-99% населения, обеспеченных системой централизованного водоснабжения, а доля городского населения составляет 100%. В республике в настоящее время зарегистрировано 56 водопроводов, 35 из которых являются, вернее, подача воды из которых не соответствует требованиям санитарно-педагогических норм, предъявляемых САНПИН. Что на секунду составляет треть населения республики, вернее, треть водопроводов республики. В настоящее время по поручению главы республики и во исполнение указов президента 204 от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах по развитию Российской Федерации разработан и утвержден региональный проект «Чистая вода» в составе федерального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Данный проект реализуется на территории республики с 2019 года. В прошлом году было завершено строительство комплекса сооружений в селе Садовое Дагихабльского района, в котором было предусмотрено также водозаборные сооружения, подводящий канал, поля фильтрации, насосные станции, установка водонапорной башни Рожновского и разводящих магистральных сетей. С 2020 года ведется реализация еще трех крупных проектов. Это строительство Карачаевского сельского группового водопровода, строительство межрайонного группового водопровода Усть-Жигутинского и Прикубанского районов и водоснабжение в поселке Ркеншахар Ногайского района. Ввиду того, что геологически республика имеет, с одной стороны, преимущество, это значительный перепад высот, есть рациональное предложение использовать самотечные групповые водопроводы. Одним из ярких примеров такой реализации является строительство Карачаевского группового водопровода, часть которого будет как раз являться, магистрали будут самотечными, что является наиболее энергоэффективным способом передачи ресурса, то есть питьевого водоснабжения в частности. Строительство данного объекта, Карачаевского группового водопровода, позволит обеспечить порядка 30 тысяч населения Карачаевского и Усть-Жигутинского районов качественным и бесперебойным водоснабжением. Это в 11 населенных пунктах. Реализация данного проекта начата, я уже повторюсь, в 2020 году, планируем завершить строительство водопровода к концу 2022 года. Проектом реализации данного мероприятия предусмотрено строительство водозабора, строительство площадки, на которой мы сейчас находимся, подочистные сооружения, на которых будут располагаться здания для осветления воды, обеззараживания воды, насосные станции. И далее строительство самотечного водопровода в населенные пункты. Протяженность данного водопровода составит свыше 25 километров. И хотел бы еще отметить, что в рамках реализации программы федерального проекта «Чистая вода» республика не останавливается на реализации данных четырех проектов, которые был перечислен. Сейчас ведутся проектно-изыскательные работы по 14 групповым водопроводам. Разрабатывается проектно-сметная документация для включения в федеральный проект. Хотелось бы еще отметить, что в данных проектах заложены проектные решения по реализации двух масштабных, можно сказать так, гигантских водопроводов по руслу реки Малый Зеленчук и Большой Зеленчук. Это также будут самотечные водопроводы, которые позволят в общей сложности снять потребность населения в качественной питьевой воде свыше 80 тысяч населения. Программа имеет срок действия до 2024 года ориентировочно, но, как заверяет нас наш вице-премьер Мараша Херзанович Куснулин, программа будет продолжена, будет реализоваться до полного выполнения всех указов президента Российской Федерации. Я хочу напомнить, что показателями данной программы является достичь процента доли обеспеченности населения качественной питьевой водой в сельском местности на уровне 75,5%. Долю городского населения, обеспеченной качественной питьевой водой, на уровне 95,5%. В целом данный показатель по Российской Федерации должен составить 85,7%. То есть мы стремимся к этому показателю. На сегодняшний день здесь ведутся работы по крочайскому групповому водоводу. Именно на этом месте осуществляется работа по подготовке площадки для очистных сооружений. Здесь будет комплекс стоять очистных сооружений, которые будут доводить питьевую воду до ГОСТа и отправлять ее на потребителя. В сторону подключения у нас 100 метров, а ниже идет 4,5 километра, там до следующего точки подключения. По этому проекту у нас осуществляется подача воды, будет осуществляться подача воды на 11 населенных пунктах, в которые задействованы два района, это Карачаевский и Усть-Джигутийский. В основном замена 26 километров трубопровода, там с диаметра 450 до 219 трубы, и по селам идет реконструкция идет, в некоторых селах в основном идет реконструкция резервуаров, и несколько новых резервуаров мы будем строить, меняем точки для того, чтобы подача воды была самотечная. На этом мы много выиграем, потому что экономим электроэнергию, скажем так. Самая основная и дальняя точка – это у нас станица Красногорская. Вот до Тудова у нас там заложен новый резервуар, новый резервуар заложен в поселке Новый Карачай. Все 11 сельских поселений, по согласованию с ними и общением с главами сельских поселений, мы учли их предложения, положения и внесли это все в проект. На сегодняшний день положено нашими подрядчиками более 1600 метров трубы 450-й. Сейчас вот ведутся тут работы. В этом году мы должны положить совместно с подрядчиком 26 километров и начать работу по резервуарам и очистным сооружениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин